Когда добраться до города? Тот еще квест. Так и не сели без брони. В пятницу очень много людей, чтобы это за кто-то склонный, и вот он очень витком. Спутник для жизни или головная боль для его жителей? Отсутствуют надлежащие транспортно-сообщения, есть сложности для того, чтобы дети добирались в школу. Социальные стандарты и логистика с завтрашнего дня. Должна быть дорога железная, а по ней должны ходить очень быстрая техника. Транспортная сеть с учетом запросов нового времени. Уже есть предложения из других областей о том, какие города необходимо перевести полностью на электрическую тягу. Кадровый голод утолен. Другим регионам взять на заметку. Уже количество принятых людей превосходит количество вольных. Обучались мы где-то вместе с учебной ездой около полугода. Маршрут построен по всей стране. На контроле президента. При поддержке Комитета государственного контроля. Смотрите прямо сейчас. Вы знаете, отличный просто. Просто очень хорошо добираться до Фанюполя. Особенно, кто работает, пенсионеры. Понимаете? Очень хорошо. Потому что маршрутка на Брумаровщу, она всегда переполнена. И они всегда кричат, ругаются. Как будто это их собственность. Понимаете? Я уже давно говорила, что в Фанюполе должен ходить автобус. Шутка ли? В городе до недавнего времени не было своего маршрута. Более 18 тысяч жителей. Молодые, амбициозные, активные. Ритм здесь мало чем отличается от столичного. За Фанюполем находится такой город большой нашего района, столица Дзержинск. Маршрут из Танькова-Дзержинск. Они имеют веточку, которая заходит в город Фанюпаль. И уже совершая свой маршрут, объезжает улицы города, подбирает всех пассажиров и доставляет их в столицу. Фанюпаль местные называют спутник для жизни. Всего 13 километров от МКАД. Удачное расположение у самых ворот белорусской столицы определило стремительный темп развития. В Фанюполе налицо бэйби-бума, значит, нужна инфраструктура. Детский садик открылся в прошлом году на очереди школа и поликлиника с отделением скорой помощи. Плюс в самом Фанюполе есть промышленная зона, которая включает много предприятий, на которых работают люди, которые, может, кто-то приезжает на ЖД, транспорте. А сообщение, которое внутри автомобильное, оно очень упростит жизнь. И новые инвесторы, которые заходят в том числе на нашу свободную экономическую зону, которые пытаются, планируют строить здесь производство, они тоже озвучивают запрос на наличие транспорта, который поможет работникам добираться до своих мест рабочих. Фанюпаль уже считают приоритетной точкой экономического роста столичной СЭС. Транспортное сообщение – вопрос для города актуальный. Например, Южный-2, активно застраивающийся микрорайон, был отрезан от города. Счастье, если в семье есть авто. В комитет госконтроля периодически поступали жалобы от граждан данного района индивидуальной застройки города Фанюпалья, Рис-Южный, по факту того, что отсутствует надлежащее транспортное сообщение, есть сложности для того, чтобы дети добирались в школу. И вообще транспортное сообщение за городом Фанюпаль. После вмешательства госконтроля местные власти оперативно провели общественное обсуждение, как выстроить логистику максимально комфортно для людей. Предложили три маршрута на выбор. В итоге сохранили все три. Организовали новый остановочный пункт, в перспективе еще два. Транспорт пустили в преддверии Дня независимости. Это накладно. Мы субсидируем наш автопарк выплатами, которая компенсирует те затраты, которые несет организация, организует такой маршрут. То есть деньги не на первом месте? Нет. Нет. Даже рассчитывать на это не приходится, что деньги на первом месте. Я даже думаю, что в течение длительного времени этого не будет. Это поддержка государства. Помогает железная дорога. Часть нагрузки взяла на себя. Поезда и электрички связывают Фанниполь и столицу. В перспективе Минска и города-спутники свяжут именно с скоростным транспортом. Поручение президента. Я думаю, что в следующей пятилетке мы начнем, а может и реализуем нашу давнюю мечту. Мы должны быстрым транспортом связать эти города. Допустим, Логойск, Дзержинск, Смолевичи должна быть дорога железная, а по ней должны ходить очень быстрая техника. Может, это будет как метро поезда, может, там еще что-то придумал. Но чтобы за 20 минут человек из Дзержинска мог доехать до Минска, тогда не будет проблемы с работой. Логойску в этом плане повезло меньше. Он единственный из столичных спутников без железной дороги. Всю нагрузку на себя берет автодорожный транспорт. Актуальной является проблема транспортного сообщения с городами-спутниками и крупными городами, которые находятся возле областных центров города Минска. Так, проблемой всегда у нас ранее было транспортное сообщение с Логойском. В прошлом году также, наверное, более 20 обращений граждан поступило на эту тематику. Определенные меры местными властями были приняты, организованы новые маршруты, где-то снижены интервалы движения. Вместе с тем, эта проблема до настоящего времени полностью не решена. В Логойском районе проживает свыше 35 тысяч человек. Многие учатся и работают в столице. В Минск добираются в основном на маршрутках. Это самый быстрый путь. И курсируют они в час пик каждые 5-10 минут, иногда и того чаще. Но... Только по предварительной броне и проходишь, место есть. Всегда место есть? Если забронировано, да. А за сколько вы бронировали? Я? В последние недели, пятницу. Да ладно? Да. За неделю, то есть за несколько дней бронировать, чтобы уехать домой? Верно. Так и не сели без брони? Неа, не села. Ну, это воспользуется ждать. И он как-то, мол, легче. Ну, вот этот вот час пик, конечно, тут это... Вот, это все сложно. В это же время автобус с диспетчерской станции Словинского отправляется практически пустым. В районе станции метро «Восток» активность уже куда заметнее. На выезде из города, говорят постоянные пассажиры, будет уже, мягко говоря, плотновато. А до дома еще более часа пути. Транспортное сообщение в принципе есть, но жалуются на количество рейсов в часы пик и вместимость автобусов. Какие рейсы самые загруженные? Ну, вот этот. 17. 16.50 и 17.30. Ну, бывает, что и стоим можно ехать, и... Ну, как, когда? Особенно в пятницу очень много людей. Вот, чтобы автобусы полные, вот, ну, очень... Битком получают, ну, что больше транспорта пустили, наверное, потому что утром тоже. В принципе, комфортно, но в летний сезон, что добавило бы все-таки количество транспорта, потому что в дачный сезон, да, все знают. По сезону, по времени, не каждый рейс у нас полный. Битком мы практически, наверное, никогда не идем. Может, в пятницу там рейс один какой-то, от силы. А так автобусов, маршруток хватает, как бы. Есть время такое, когда там человек пять, может, везешь с Логойска до Минска. Минск-Логойск рейс популярный. Так может его пустить скоростным, без промежуточных остановок. В профильном ведомстве обращают внимание, лишь треть пассажиров доезжает до конечной, и многие выходят по пути. Это основные чуди, Ничья, Страшидский городок, и заезжает в поселок Листой и Боровляны. То есть от Логойска до Боровлян по пути следования еще очень большое количество остановочных пунктов. Если связывается Минск-Логойск чисто маршрутами, которые будут следовать с точки А в точку Б, конечно, пострадают все остальные населенные пункты. Регулятор отмечает, в ведомстве следят за сезонностью перевозок. Со стартом нового учебного года мониторят ситуацию по дорожным артериям. Оперативно скорректируют график движения. В этом году уже добавили 24 рейса маршруток и 2 рейса автобуса. Со стартом осеннего сезона в ГКК также узнали мнение беларусов. Обращений поступило немало, каждая из них изучают. Отрадно, что были и позитивные отзывы. Столичные жители в основном информировали о неудовлетворительном транспортном сообщении в новых микрорайонах. Жители городов-спутников и города Минска жаловались на недостаточных маршрутов и неудобное расписание. Граждане также отмечали несоблюдение графиков движения общественного транспорта и использование автобусов в малой вместительности на востребованных маршрутах. Уже который год жители Ганцевичей ждут прямого автобусного маршрута, который позволил бы доехать до областного центра. Для местных это решило бы не одну проблему, например, добраться в больницу. Слово «Ганцевичи» остаются единственным райцентром области, у которого отсутствует прямое автобусное сообщение с Брестом. У меня есть интересный ответ, допустим, от того же облсполкома, что в Брест гортранс обращения подобного рода даже не поступали. Ну, это говорит о чем? То есть, в принципе, люди и не знают, кому эту задачу ставить. Понятно, люди ее пытаются ставить местным органам власти. Но на уровне Ганцевичского райисполкома эта задача, в принципе, не решится никогда. Если все равно все решает облсполком, пусть бы он взял на себя это решение, или все-таки в жесткой форме выдвинул бы это требование, чтобы Брест гортранс решил эту проблему. Вот этого мы и пытаемся на сегодняшний день добиваться. За следующий год постараются найти возможность открыть прямой автобусный маршрут, пока наладили связь из Ганцевичей через Барановичи. Отсюда логистика выстроена и до Бреста, и до Минска рукой подать. На данный момент они курсируют пятница, суббота, воскресенье. При увеличении пассажиропотока будет меняться ежедневность данного рейса. Пассажиры ездят, много пассажиров пользуются до Синявки этим рейсом. Также кто-то и Даляхович доезжает. 18 марта он начался, этот маршрут. И на сегодняшний день уже перевезено 4,5 тысячи пассажиров, 350 рейсов. То есть билеты, по сути, раскупаются полностью. Мы планируем, конечно, попробовать еще апробуировать этот маршрут не туром выходного дня, а будние дни. Но и все-таки мы продолжим работу над тем, чтобы сообщение Ганцевичей Брест появилось. Внедряют технологии для комфорта пассажиров. В Барановичах одними из первых установили терминалы для покупки билетов на пригородных и междугородних маршрутах. До конца года установят 17 аппаратов, причем не только на автовокзале, но и на конечных остановках на выезде из города. Скоро билеты будут доступны и на новый рейс в Ганцевиче. Его запустил местный автопарк. Выходить на этот маршрут частные перевозчики не решились. Маржа не та. Сегодня просто хотят, скажем так, снять сливки с каких-то пассажирообразующих маршрутов. А вот такие города отдаленные, которые не имеют пассажирообразующих каких-то отдельных населенных пунктов, они им невыгодны. И сегодня мы берем на себя опять же эту нагрузку. Я не скажу, что это приносит нам какой-то доход и табельность. Но, по крайней мере, это все-таки социальное направление, и мы его выполняем. Барановический автопарк – это 34 маршрута по городу, порядка 45 тысяч рейсов в месяц, около 3 миллионов пассажиров, плюс пригород. В штате полтысячи человек, большая часть из них водители. Показательно, вакансий нет. Спрашивают строго, но и поощряют за качество. И это работает. В первую очередь, это, конечно же, качество. За качество оказываемых услуг водитель дополнительно получает доплату к тарифной ставке своего оклада более 50%. Остальные виды доплат идут уже за экономию топлива, за качество обслуживания пассажиров, за отсутствие съезда в слинии. И это работает. Во главе угла – дисциплина, причем всего звена от диспетчера до водителей-механика. В Центре управления производством держат на контроле весь процесс обслуживания и ремонта автобуса. Спросят и за чистоту производства. Средняя зарплата, по словам руководства, у тех, кто курсирует по городским улицам – 2800 рублей. Для сравнения, зарплата водителя в Витебске в минувшем году была 1300. Неудивительно, что каждая пятая должность была вакантной. После вмешательства КГК средства нашли, повысили до 2000 в месяц. В профессию снова пошли кадры, отрадно, что молодые. Не боятся девушку за рулем? Нет. Не боятся, наоборот, говорят, такая маленькая, как вы справляетесь? И у них удивление такое. Ну, я уже привыкла. Виктория – молодой водитель троллейбуса, до этого три года отработала кондуктором. Говорит, пересев из салона за руль, реализуется сейчас в полной мере. Обучались мы где-то вместе с учебной ездой около полугода. Все расходы оплачивает государство, платят подъемные. Много было? 30 базов. Подобные курсы водителей троллейбусов раньше уже организовывали на базе местного депо. Потом проект приостановили. Возобновили обучение в минувшем году. Все выпускники трудоустроены, сейчас идет новый набор. В первую очередь, на решение нескольких задач. Одна из этих задач заключается в том, чтобы оказать содействие гражданам, которые состоят на учете как нуждающиеся в трудоустройстве, найти какую-то нишу и реализовать себя. А вторая задача, естественно, решение кадрового вопроса, кадровой проблемы. Уже количество принятых людей превосходит количество увольных. Это вот такой наиболее конкретный результат в этой работе. Александр Однорогий за рулем уже 35 лет. Говорит, молодежь наступает на пятки. Это не может не радовать. Значит, дело живет. Готов делиться опытом. А у него действительно есть чему поучиться. Александр – человек года Витебщины. Ну, активно. Очень молодежи много приходит. Я вижу, за последний год очень много молодых. Как пришел на одном месте, так и до сих пор работаю. Только меняя марки автобусов. Еще выше, выше, выше по ступеньке. Ну и дошел до 251 марта туристического. Начинал с ЛАЗа. Вторая большая проблема для города – старая техника. Крайне изношен автопарк был у государственного перевозчика. Доходило до 70%. При этом руководство, бывшее руководство предприятия, не особо задумываясь, приняло решение закупить бывшего употребления в автобусе. Как результат – частые поломки, дополнительные затраты на ремонт. Вкупе с кадровым голодом – это срывы маршрутов. А значит, добраться на общественном транспорте – тот еще квест. В том году было плохо с транспортом, да. В этом году, я не знаю, только начала ездить, сентябрь начался. Бывало, что пропускал. Особенно часы пик. Детям в школу не уехать. Портфели плюс и родители едут на работу. Ну, есть какие-то изменения, но это недостаточно, потому что порой дети пешком идут в школу, это пока еще тепло, а потом будет дождь, гололед. Справедливости ради, в часы пик автобус каждые 6 минут. Все по расписанию подтверждают жители микрорайона. Но все равно тесно. К разговору подключается местная власть. Ждут поставку автобусов большей вместимости. Парк техники уже существенно обновился. По дорогам города Витебска курсируют 50 новых автобусов, до конца года поставят еще 12. Ну, нормально все, сейчас хорошая сетка, вон идет транспорт, поэтому нормально без проблем доехать. На маршрутке жду автобуса. Поэтому проблем нет. При рассмотрении конкретных маршрутов, которые обслуживают микрорайон, по маршруту номер 46, это автобусный маршрут, динамика наблюдается достаточно положительно. В сравнении с августом 2023 года, в августе текущего года выполнено на 1196 рейсов больше, чем в прошлом году. То есть здесь цифры говорят сами за себя. В конце прошлого года на заседании коллегии Витебского КГК проблемы транспортной системы рассмотрели детально. По каждой есть решение. Своего рода дорожная карта для местных властей и профильных ведомств. Разработан комплекс мероприятий, которым мы руководствуемся ежедневно в работе. Некоторые мероприятия уже, в принципе, завершены и дали какой-то экономический и социальный эффект. По отдельным мероприятиям еще работа продолжается, но, скажем так, мы не отступаем. Это как настольная книга, этот документ. И комитет госконтроля тоже с повестки дня вопрос не снимает. Улица Мармулева в Борисове стала, пожалуй, одной из самых знаменитых. Микрорайон на карте города появился не так давно. Здесь преимущественно частный сектор. Но про лунную дорогу узнал каждый. Вся в кратерах после зимы не пройти, не проехать. Из-за отвратительного состояния дорожного полотна в первые январские дни даже отменили единственный автобус, который хоть как-то туда доезжал. До ближайшей остановки более двух километров. Вот такой вот новогодний подарок. 8 января каникулы заканчивались, и здесь уже была просто паника, как детям добираться в школу. Значит, было написано письмо в Борисовский райисполком, очень строго взято все на контроль. И в итоге 5 января автобусы начали вновь, возобновили свой маршрут. Но, тем не менее, дорога была действительно в ужасном состоянии. Я ездила на такси, но вы знаете как? Я такси вызываю, и машин 10, наверное, отказывалось. То есть они не ехали. Это вот реальная история. Но сейчас, конечно, небо и земля. Вот. И что хорошо, что еще одну тротуарную сделали. Вот. Потому что тут много детей. Конечно, бы хотела сейчас, пока мы не на машине, вот скоро будет, но чтобы автобусы чаще ходили и маршрутки ходили. Потому что маршруток нет, а дорога уже есть как бы хорошая. Тут заехать, ну, совсем недолго. А с детьми, знаете как, ну, вообще тут район большой. Новую дорогу открыли в конце июня. Правда, с ней пришли и новые проблемы. Гонщики, которые нарушают тихую, размеренную жизнь. А значит, дорога действительно со знаком качества. Со знаком качества подошли в республике к реализации амбициозного пилотного проекта в Шклове и Жодино. Это первые города Беларуси, где пересели на экологичный транспорт. Теперь по городским и районным маршрутам ходят и электробусы. Уже подсчитано на топливе трехкратная экономия. Пилотного проекта подразумевает собой не только электробусы и их праймы, а включает в себя гораздо больше. С администрацией города реализуется проект «Зеленый город», который включает в себя и умные остановки, и приведение в порядок остановочных пунктов и съездов к ним, и систему диспетчеризации. К этому же подключились представители и Белтелекома реализуется и популяризируется приложение «Мой город». До конца года в городе обещают заработать 40 умных остановок. Фактически этот пилотный проект станет лакмусовой бумажкой и определит, будет ли продолжение эксперимента. Уже есть предложения из других областей о том, какие города необходимо перевести полностью на электрическую тягу. Есть и крупные города, например, такие как Новополос, есть предложения по Жлобину, есть по менее крупным городам, допустим, в Брестской области. Но в целом предложения выработаны на основании оценки экономической эффективности по итогам этих двух проектов. И если эффективность экономическую еще предстоит подсчитать, точно можно сказать, что проект пришелся по вкусу пассажирам. Начал действовать наш пилотный проект Джодина, когда появились новые автобусы, электробусы, правильно скажем, обращений стало где-то на процентов 60 меньше. По качеству машин самих больше нареканий нет. В целом по стране реализуется программа ускоренного обновления парка. Только в Минской области в прошлом году плюс 77 автобусов. В этом году заменят еще 146. Ставка на большую вместимость. До конца следующего года планируют полностью перевооружиться. В 2023-2024 году нам значительно удалось прирасти по объемам транспортной работы. Были открыты и добавлены количество автобусов на таких престоличных регионах, как Минск-Пуховичи, Минск-Борисов, Минск-Живодина, по 4 единицы транспортных средств. Также были открыты дополнительные маршруты Минск-Несвишклецк, но и ряд других. Удобство, комфорт и безопасность для пассажиров без ущерба для экологии. Транспортная сеть по всему миру сегодня развивается с учетом запросов нового времени. И Беларусь в Тренте.